Всем привет! Бандиты и вольные сталкеры. С вами, как обычно, я сталкер-баннерщик. Это сталкер онлайн на SPB сервере. И мой персонаж в флюге Ген Хаймен. Он тут в баре потусовал, ночь переждал и пора отправляться в путь. Сегодня у нас громадные планы. Мне нужно найти темного сталкера. Это южный остров, да. В лабораторию сходить. В общем, дел полно. Там как раз можно бесов пострелять по квесту. Ну да, точно. Так, с пивоваром мы все дела решили. Нужно отсутствовать. Магазины у нас заряжены, патроны куплены. 400 патронов. Ну, по дороге будет еще место, где купить их. Ну да, конечно. Поэтому вопросов никаких нету. С этим мы еще дела свои порешаем. Так, ладно. Нам по дороге нужно убить 10 бесов, но так как мы к бармену возвращаться не будем. Ну да, наверное, не будем. Бесов мы убьем. Или около ученых, или там по дороге будем пробегать. В общем, здесь, наверное, не будем заострять свое внимание, но нам нужно решить, как пойти. Так, что у нас там? О! Ого, дверь великолепная. Небольшой туманчик стоит, но выброса пепла вроде нет. Так, давайте мы отменим те задания, которые мы сейчас не будем выполнять, чтобы не путаться. Так, это мы по-любому постреляем по дороге. Заказы тратить не слепцы. Зайдем убьем одного бляка. Кладбище. Это... Тут я никогда не стреляю. Тут конкуренция слишком большая. Так, спирт. Это понятно дело. Поставки для бара. Это надо самогона принести сюда побольше. Это тоже в следующий раз избавление от бесов. Вот, ванят. К ваняту нужно заскочить обязательно. Так, это верлеки. Убьем, конечно, медведя. Мы убили. И вот это тоже открепим. Плюс надо закрепить те задания. А то я пару раз был на Южном острове этим сталкером. И все никак к темному сталкеру не поймать. Там надо под маяк зайти. Он там сидит, мерзнет. А я к нему все никак не зайду. Поэтому это нужно обязательно отметить. Так, еда для мастера. Это не то. Так, спирт. Поставки. Больше инструментов. Это пока в процессе у нас. Это тоже. Так. Во, поиск Ситр и Шепелев. Он земля. Но это нужно через дорогой РСПТ. Ну ладно, закрепим, может быть. Мы пробежимся там. Я не знаю. Так, вот. Обратцы для Селектеевича. Кстати, заодно сдадим этот квест. Хотя, ладно. Тоже не будем загадывать, но мы его отметим. Что у нас еще лежит? Я обычно стараюсь путь так планирую, чтобы по дороге 2-3 квеста выполнить. И вот так вот. Просто так не ходить. Я думаю, так каждый сталкер делает. Так. Это секретный документ. Это вообще никто. Это, блин, плеву. Конечно, такие артефакты попросил. Где у него возьму? Так. Лекарств я в этот раз тоже ему не притащу. Но это надо на гурманы идти, рассортировать их и отсылать посылочкой. Это пока, значит, подождет. Надеюсь, он там не умрет. Так. Загадка. Это так. Это кто? Большая охота возвращения. Найти убийцу. Во. Темный сталкер. Найти убийцу. И, в принципе, все. Во. Закрепим задания. В общем, у нас вот такие. Так. А как бы нам лучше побежать? Нам в любом случае нужно к Фину. К Фину. А потом к Ваниаду. Опа. И заодно квест выполним. Но тут ближе всего, чем через ученых идти. Это без вариантов. Я думаю, да. Значит, к Фину. Ну что, погнали. Давайте оденем L1. Не так давно я в предыдущий раз его купил. В предыдущей ходке. Но по деньгам нормально. 2 миллиона в итоге получилось. Ну так, на доске он стоит 2 600-2 700 я купил. Но мы же, если будем покупать зачки торговли на Егиде, там тоже он стоит не просто так вот. 666 тысяч стоит. Плюс 2000 я очков торговли. Да я лучше эти очки торговли переберегу, если они у меня накопятся. А так, по факту, я L1, считай, за 2 лям купил. Нормальная тема. Побегаю. В белом. Ну, у меня тем более всегда экипировка. В основном такого бежевого цвета. Песочного, да. Песочного цвета. Ну, то есть светлая. Поэтому я особо не парюсь. Бабла особо не было просто. Ну, как бы, деньги были, но он уже был то и другое. Купить сейчас. Вроде все куплено. Поэтому особо можно не париться. Так, тут сейчас захват должен быть. Е-мое. Надеюсь, меня не подстрелят. А мы окружными путями пройдем. На мосту уже захват еще. Но нам немножко не туда. Нам ксима надо. А вот потом уже через мост бежать. Так. А мы успеем? А вот не факт. Если мы не успеем сейчас до начала захвата, там мы через мост не пройдем. Наступом пришьют там, да и все. То есть тут нужно смотреть. Сейчас мы доберемся ли до Фина и сколько будет времени. Ну, до захвата, я думаю, стрелять не будет. Мы пробежим. Но я надеюсь. А там посмотрим. У нас время 23 минуты, чтобы добежать до Фина. Взять задание с пробирками. Ну, срочная доставка. И через мост, через мост уже к Ваниату. Потому что захват через 23 минуты. Че сидишь? Погнали, блин. Е-мое. Ну ты че? Давай, 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 давай. Так, сразу оденем РПГ, потому что мы побежим через споры, чтобы не париться. О! Крысы. У меня, к сожалению, нет. У меня была одна крыса, но я ее съел и сейчас уже... Да, у меня только максимальное здоровье и шанс критического урона. Да, я вон... Крылья в верлёк в баре налопался, короче. Так что здесь сейчас, на данный момент... У нас нет такой большой скорости. Надеюсь, мы на пучках не нарвемся. Там, наискосок. Пробежит. Не знаю, кто там на мосту сидит, будет ли заранее отстреливать. Хотя имеет полное право, начало захвата. Все подозрительные личности должны быть уничтожены. Я против этого ничего не имею, так как... Сам не один год воевал, знаю. Для чего и зачем все это делается. Просто же так. Потому что... Сталкеры такие вдруг вредные стали. Решили одиночку убить. Сейчас повезло, патроны кончились. Да, сейчас, конечно, бы их залутать. Ахмедову принести лапы... Лапы. Ноги. Ляжки. Ну, в общем, что-то, что от кабанов можно отрезать. Но нам сейчас не дает его. Поэтому мы сроченько валим. Так, давайте мы минку поставим, чтобы не ошибиться. Все, идем не спеша. Стамину накопим. А потом рывок. Там же еще пауки будут. Во, в таком тумане через кобру прикольно стрелять. Она все показывает, что там. Опа. Видно. Не видно. Но такой туман бывает очень редко. Есть такая особенность у кобры, да. Даже если он чуть-чуть еще погуще будет, это именно такое туманко. Все видно. Кто там что? Раз, так. Так, у нас ровно 20 минут. Ну, я думаю, 20 минут. Это нормально. Мы по-любому успеваем. Да, успеваем. Не спеша добежать там. Нам главное мозг пересечь живыми и здоровыми. И все. Понятное дело, мы там оружие за спину повесим и спокойненько пробежим. Здесь все будет тик-ток. Давай возьмем чуть-чуть. Левее возьмем. Тут пауки могут быть. А теперь побежали. Фигушки вам. Но фишка в том, что у меня тут нет безопасной зоны. Ну, надежда на охранник. Это хорошо, что он здесь сейчас. А прикиньте, если он где-то гулял там. Ну, они бывают, чудики гуляют где-то. О, все. Отбились. Отбились. Ладно. Фин. Так, а работа есть? Возьму сколько заплатит. Справлюсь. Держи деньги. Я побежал. Все, я погнал. Не будем тут особо задерживаться. Так бы, конечно, можно было там замеры сделать. Не стреляя крыс. Кабанов не спеша пострелять. Если бы мы не торопились. Ну, я тороплюсь только из-за захвата. А то потом мы тут на полчаса застрянем. В обход идти без вариантов. Ну, можно, конечно, тут по берегу раз-раз. Но по мосту-то проще. Согласитесь. Тем более, по времени мы можем не успеть, если мы будем в обход бежать. Там же по-любому пристреливаться. Там аномалии. А тут более-менее спокойно. Я просто помню, один раз ушел. Ничего не предвещая его беды. Мы прошли и только подходим к мосту-ку крепкие. Откуда ни возьмись, там медведь выпрыгивает. А у меня был сталкер-новичок такой. С СКС, что ли, бежал? Куда убежал? А, ну, на Южный остров, да. В общем, съели. Съели сталкера. Остались от него рожки до ножки. Ну и приклад от СКС. Потом он воскрес и дошел опять. Так. У меня как раз есть еще один укол нервного стимулятора. И я его решил оставить на Южном острове. Будем использовать Амбреут. Там, где нужно в лабораторию заскочить. Вот как раз нервный стимулятор там и пригодится. Ну, я уже знаю, что, в принципе, можно фармить бесов в дружбе. Спокойно, без всякого нервяка. Да и здесь можно. На полигоне тоже нормально. Главный опыт, правильно, в этом деле. Да, в любом деле главный опыт. Поэтому нервный стимулятор вот мы будем, наверное, оставлять на этот квест. Чтобы там бесов не стрелять, на вас высохнуть. Там можно пробежать и все. Бойцы Амбреллы уже здесь. Но до захвата 16 минут. Поэтому мы спокойненько пробежим и даже париться. Вот так, на всякий случай, что-то делают. Хотят, что-то 20 минут. Я же не знаю, какие тут войны происходят. Может быть, никто и не нападает толком. Но чуваки бегают. Пока мы бежим, надо закинуться чем-нибудь. А чем? Руки, руки. Ладно, руки мы оставим там. А где мы там их оставим? Так, после этого мы пойдем на южную туда засаскакивать. Не будем. Значит, надо на радиовышку быстренько забежать. Руки скинуть. Не зря же я их убивал весом, правильно? Так, тут заряжен, тут заряжен. Будешь три магазина. Но пока у нас есть возможность, мы и копим выносливо, чтобы потом рвануть. Лучше зарядить, а то стреляем все магазины. Долго заряжать. К сожалению, пока нет возможности на базах быстро зарядить магазины при помощи разных всяких устройств. Но я думаю, может быть, когда-нибудь, или через 200, все это дело паяется. Ну, хотя бы на базах, да? Прибежал на базу, зарядил хотя бы за денежку. Я бы не отказался. Зарядилась и пошла в поле, где-нибудь, да, ты там, ты выживаешь в зоне, там вручную уже закидываешь. Вопросов, конечно, нет. Это был вообще бы оптимальный. Никто бы вообще не наил по ходу этой зарядки. В основном как? Ты готовишься к ходке, там, к войне, там, ты на базе где-то стоишь, заряжаешься. И вот это очень долго. А если бы была возможность быстрой зарядки, того же самого НПС, да, за ту же самую денежку, никто бы по большому счету и не возникал. На базе заряжаешь быстро, а где-то в поле уже вручную тыкаешь. В принципе, было бы нормально. И сделать это не сложно. Почему, не знаю. Но это зона, как любят многие говорить, тут все странно, непонятно. И нелогично бывает иногда. Так, в этот раз я, наверное, не буду, даже если он мне даст. Я не буду брать пока снайперскую работу, так как один укоил у меня всего лишь остался, нет, у стимулятора. Я хочу вам тебя южного света приберечь. Но в следующий раз я обязательно подготовлюсь и эту снайперскую работу. Ну, не везет мне с этим квестом, что-то два раза прям как. Не фартануло и буквально последних секундах, да, там, уханулся. То первый раз то, что, то второй раз то же самое. Так, ладно, быстренько забегаем. Откро хранилища. Спирт, 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 таскаем с собой. Да нет, бросим здесь, но зачем? Нам погода особо не делает. Все, рванули. Время, надеюсь, у нас есть. Ну, в принципе, мы быстро забежали. Этот квест я еще ни разу не проваливал. Дойти-то, может, даже пешком. Насколько я знаю, с перегрузом. Сдать эту срочно-то оставку. Ренегация. Название группировки, но. Название разного. Вот мы недавно же видели тут. Пробегали. Но в предыдущей ходке тут другая группировка. Сделал какая-то ЖКХ там какое-то, да, ЖКХ. Это, конечно, ух ты е-мое. Давай, 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 давай. Группировка ЖКХ, это сильно. Кабан не понял, что я вокруг него пробежал. И... Вот здесь мы как раз зайдем еще бляка попробуем убить. Ну, не ради языка, а ради выполнения задачи. Ну, почему бы и нет. Зайдем. Так, вспомнить бы этот дом. Там подвал должен быть. Там бляк должен быть. Обычный такой. Нам без разницы по заданию каких бляков убивать. Обычных, необычных. Глупых, умных там, кофе. Главное, чтобы бляк был. Бесы уже там. Панику поднимает, руками шевелят. Но у нас задача другая. Костик лайк. Так, у меня срочная доставка. Ага, отлично. Получил немножко денежек, но самое главное мы ее оттащили. Разбросал отраву. Хорошо, зайду. А мне полагается наград за то, что я уже сделал? Отлично. 45 тысяч. Наград задания получен. Ну и сразу, может быть, еще возьмем? Ну, почему бы и нет. Надо бесов потравить. Готов? Готов. Сделаю. Отлично. Нормально бывает. Слушайте, а нет этого задания? Может быть, недостаточно репутации? Ну, я два раза это задание провалил. Может быть, больше не даст? Это было бы плохо. Но, надеюсь, когда-нибудь появится. Так, ну что? В принципе, то, что мы тут хотели, замутили уже. Слепцы, Шепелев, Селекдевич, Найти Убийца. Это все Южный остров. Я же не просто купил билет в Тунгуск. Мы оттуда хабара наберем, которые добыли. И рванем уже на Тунгуск. Ну, а сейчас давайте сходим посмотрим. Бляк огромный, да? Я его тут сто лет не убивал уже. Не помню, где он тут находится. Напомню, дом какой-то должен быть с подвалом. А какой именно, не помню. А, мне пофигу, я же был один. Раньше Элодин вообще реально защищал этот электр. Сейчас, конечно, чуть похуже, но... А, вот он ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня есть локация. Вы что, офигели, блин? Ладно, спрячемся в доме. Заходи по одному, кому жить надоело. Я, кажется, вижу тот дом, в который нам нужно зайти. Ну, вот какой-то из этих двух домов, да? Там должен быть подвал, а там уже... А там уже может Бляк сидеть. Ну, если, конечно, его не убить. Просто зайдем, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, ищем подвал. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, всех мутантов тут собрал. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, это не этот дом. Тут подвала нет. Наверное, другой. Может быть, вон тот? Может быть. Я точно подвал не просмотрел? Да нет. Тут мы не перелетим. Нет, этот дом не тот. Нет, вроде как бы вот этот дом должен быть. А может быть, вон тот дальний? А, вон еще дом стоит каменный. Ну, такой. Кирпичный, да. Каменный кирпичный. Вот, наверное, тот. Я помню, что он должен быть... Большой такой домик. А какой точно, не помню. А был тут давно. Да, скорее всего, вот этот. Там должен быть подвал. О, вот точно. Это этот дом. Не ошибся. Мутантов перекрыл. Переклажматил тут. Так, ладно. Аккуратненько, аккуратненько. Его тут может и не быть. Я помню, кровь какой-то есть, да. А, вон, вон. Чего? Ну, глупо. Я думаю, тут умный тусует. Нет? Бляк. Одного убили. Остался еще один. Но ждать мы, конечно, его тут не будем. Просто по дороге. Забегали к Ваниаду, решили. Нам язык не нужен. Нам чисто убить его. Я помню, сталкер какой-то сидел. Упы-упы. Или кто-то еще был привязан. Ну, в общем, был. Ну, все. Теперь на новую землю погнали. К Артему. О, давненько там не был. Посмотрим, что там есть. Хотя нет, там ничего вроде. На продаже не должно было остаться. Так, куда нам двинуть? Где поближе-то? Нам нужно вот сюда вот. То есть, значит... О-о-о. Просто отсюда выбегаем, да и все. На дорогу. Да, отсюда ближе. Вот он дом рядышком. А я что-то пошел какими-то окольными путями. Там через всю деревню, блин. Ну, через весь поселок. Было, конечно, попроще. Вот можно здесь, допустим... Не всегда бывает новичку проще убить в лаборатории. Там мешают еще кто-то. Ну, да, конечно, сюда тоже идти. Не ближний путь. Сюда попробую дойти. Но если вдруг... Сюда проще дойти, то... Мне кажется, бляка здесь на пак выступить проще. Хотя там вроде для гурмана, кажется, в самой лаборатории надо убить. Но если и без разницы, какого бляка убивать, то я думаю, можно сюда сходить. Как вариант. Как вариант. Может быть, не самый простой. Но я помню свое выживание в зоне, когда только-только сюда пришел. Давно это было? Летом 8 назад, наверное. Я когда пришел, я почему-то окрестности как-то пропустил. Может быть, меня по заданиям отправили на Везувий. И, то есть, получается, так я с гурмана из города Любич. То есть, не пошел там дальше в окрестности выживать. Я их вообще не знал. Я даже не знал, что есть лаборатория на окрестностях ученых. Я сразу так получился, я попал на Везувий. И на Везувий постоянно отвисал. Мутантов убивал, квесты выполнил, зарабатывал деньги. И только потом, когда я изучил весь Везувий более-менее нормально, я потом решил пойти на окрестность. Узнал, что есть пещера паукана. Узнал, что есть лаборатория ученых есть. То есть, вот моя жизнь вот так повернулась. Как-то так. Поэтому для меня было проще здесь тусовать. То есть, я даже на караване был, но окрестности плохо знал. Да, на караване был, я помню, тогда. Тут как раз переход на Везувий был на караван. Одна точка чуть выше лабы ученых была. Чуть выше эгиды, там был переход, надо было квесты выполнить. Но это давно, давно еще был там. Совсем не так, как сейчас. Так что, может быть, тоже кто-то по такому пути пошел. Все-таки многие квесты ведут на Везувий. Хотя сейчас, может быть, уже не так, как раньше. Но ведут. И если прыгнуть сюда, то можно выживать. Но сейчас, конечно, сложнее в том плане, что... Раньше не было всякой репутации, все остальное. Кто-то с тобой не разговаривал, кто-то с тобой не торговал. К любому можно было подойти, поторговать, пообщаться. Правильно? Ну, это я имею в виду сейчас. Холодовщика на эгиде. Поэтому, может быть, сейчас новичкам сложнее сюда прийти. Тут ни аптечки, ничего не купить. Нужно с кем-то поработать, для кого-то квесты выполнить. Для кого-то очки торговли набить. И только потом он будет с тобой торговать. Но раньше такого всего это не было. Раньше было проще. Есть деньги, пришел, купил. Нет денег. Побегал немножко, заработал. И опять так же купил. Вообще не проблема. Так, ну что. Ладно, мы тут заряжаемся немножко, чтобы на новой земле перелететь. Ну вот мы и на новой земле. Новую землю, кстати, можно назвать мекой читеров и бога-юзеров. Это, кстати, не пустые слова. Ну да. Это точно. Ладно, пойдем посмотрим, что тут у нас интересно. И что засталкивает. О, чувак, привет. Я тоже в белом костюме. Теперь как свой выгляжу, а то бегу тут в языках. Так, хочу вас спросить. Что у нас тут есть? Здесь то, что в принципе нам особо не нужно. Пусть лежит. Ну да. Ловить тут особо нечего. Все, что можно было продать. Мы продаем на другом сталкере, а здесь особо нечего дали. Так, ладно, давайте посмотрим перси. Старина персица, 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 персица. По 800 упраны. Да, у меня тут есть несколько шкур. Да, сейчас бежим на Южный остров. Пару заданий выполним. Если повезет. Если не повезет, не выполним. Да нет, выполним по-любому. У меня там есть, кажется, три шкуры белого медведя. Но у меня есть и билет. Я, наверное, эти шкуры оставлю. Не буду их с собой забирать. Так, колем. Конечно. Я всегда с собой таскаю. Правильно. Не видеокамеру, а рябиновку. Да, шкуру мы, наверное, все-таки как-нибудь насобираем. Отнесем сюда. Обменяем их лучше на перси. А перси не продадим. Они все-таки дороже, чем просто обычные шкуры. Не по 800, но хотя бы по 700. По 600. Уже лишняя соточка. Хотя идти со шкурами тоже опасно. Ну ладно, я пока бегу. Будем думать. Отнести шкуры на Тунгуску. Что, в принципе, проще всего. Да, загрузился на Тунгуски продать. Или, может быть, на Тунгуску их просто подороже продавать. Но я их обычно продаю по 500. Голову по 300. Хотя знать, что это сильно дешево. Но зато раскупают моментально. А шкуру по 500 продаю. Но это тоже дешево. А вот стоит все-таки чуть-чуть увеличить цену. Торопиться мне особо некуда. По 600. Хотя не факт. Ну ладно. Поглядим, посмотрим. Нам сейчас главное до Южного острова добежать. Плюс, конечно, в планах. Может быть, пару медведей еще убьем. Но почему бы нет. Ну а так как мы здесь не просто так, да. У нас детектора имеется. Я хочу полазить еще на аномальном поле, которое рядом с кораблями. Может быть, что-то найдем. О-о-о-о-о. Откидывает. Пару раз откинуло. Да ладно. Давненько я такого не встречал. Помню, давным-давно, еще до того, как появились динозавры, мы выживали на Южном острове. Да, вот эти откидывания, дисконнекты были прям... Ну вот, постоянно. То есть, это естественный процесс был. Сейчас, и вот я сколько бегаю, смотрю, поправили эту тему. То есть, нет уже такого. То есть, откидывания, дисконнектов. Бывает иногда, конечно. Но очень-очень прям редко. Раньше это было прям... Естественный процесс такой, как стрельба из автомата. Все-таки что-то делают, оптимизируют. Или, может быть, я в войнах на Южном острове просто не участвую. Поэтому, мне кажется, что все тип-топ. Раньше, что там воевали. Человек 40-50-60 даже собирался на раз. На Южном острове. Ну да. Если учитывать надо. Твинов, потом бойцов, потом врагов. Врагов Твинов, в общем. Да, человек 60-50 точно собирался. Это вот за станцию бои. А на таких обычных захватах. Человеку бывало по 10. Точно. Может быть, из-за этого там и лагало. Сейчас-то я не воюю, я не знаю как. Ладно. Вот мы пришли на это поле. Я тут часто видел сталкеров, которые бегают, собирают. Да и сам не раз находил тут всякий артефакт. Но я, по большому счету, давно уже арты не собирал на Южном острове. О, вернее, на новой земле. Раньше это дело любил, но сейчас как-то ударился больше в охоту. Но так как понимаю, что охота это как бы, знаете, стабильный заработок. Ты знаешь. Убьешь мутанта, добудешь часть его тела, ты ее продашь. А артефакты найдешь, не найдешь ты его. Ну, то есть, больше удачи. А тут более-менее как-то стабильный заработок. Да, понятно дело, что мутанта надо еще убить. Пусть убить врагов, которые мешают тебе его убить, да? Но в целом, ты, по крайней мере, там можешь рассчитывать на свои силы, на свои знания, на свой опыт. А в плане собирать этих артефактов, тут очень много удачи. Мне что-то в последнее время, конечно, не особо кайфово. Ну, с другой стороны, я вот на аэропорту лазю, собираю арт. Там, наверное, они никому не нужны. Может, как-нибудь станет прям совсем-совсем грустно. Я возьму с собой МЗА и пойду собирать артефакты. Но пока мне без этого хорошо. Так, ну, примерно посмотрели, вроде ничего нет. О, скалкинули что-то. В чертоге, вроде ПК-группировка, но в меня не стреляли никогда. В чертоге, или это что-то будет. Ладно, неважно. В меня не стреляли, ей пофиг. Кто они там, с кем вовят, чё, почём это. Уже лично их... Я сталкер-одиночка, для меня враги только те, кто в меня стреляет. Ну, вроде ничего тут такого у меня на сумму. Ладно, погнали, тогда уже мы мозги парить не будем. Быстренько колем рябиноку, потому что надо статкнуть её. О, успел. О, мы, конечно, зашли прям с этими артефактами совсем не в ту сторону. Ну, да. Ладно, впереди ещё там пару небольших полей будет с артами. Может быть, мы там что-то найдём. В идеале, конечно, найти бы три щита бета и обменять на гранаты можно у плевка. Кто-то на этом зарабатывает. В принципе, это тоже неплохой бизнес. Собирать артефакты, ну, где-то вот здесь, на этих полях, которые между Южным островом и Артёком. Потом относить всё это к плевку. Обязательно, чтобы контейнер класть. Три щита бета, это... Я не помню, сколько гранат. Мы сейчас, когда туда придём, посмотрим. Он на АФ-1 их меняет. А АФ-1... Можно продавать на доске. На захват их покупают. Не знаю, выгодно это или не выгодно, но я думаю, если бы не выгодно было, сталкеры не собирали. А я пару раз сталкеров встречал, которые прибегали именно на Южный остров, чтобы обменять артефакты на гранаты. Значит, выгодно. Каждый ищет, а знаете, свою нишу. Где ему больше нравится, где ему больше комфортнее зарабатывать. Так, где мы бежим? А, ну вот, теперь нормально. Вот сейчас будет небольшое поле, мы как раз мимо него пробегать-то. Какие-то что-нибудь найдём. Ну, три щита бета, навряд ли мы найдём, конечно. Ну, если хотя бы один арт найдём, мы его на пояс повесим. Пусть нас от пуль врагов защищает. Я же не знаю, кого я на Южном остров встречу. О, сталкер. Вот, может быть, придётся постреляться. Ну, для меня самое главное, это тёмного сталкера пойти найти. Закончить квест. Плюс в лабораторию сходить. Образцы для учёного добытия. Ну, и в идеале, конечно, ещё убить пару медведей и добыть у них пару голов или пару шкур. Если так повезёт, что мы придём, там мишки будут. Ну, и можно немножко будет пофармить собачек. Ну, так, чуть-чуть. Основные дела у нас это забрать там Хабар, выполнить квесты. Остальное может и другой сталкер. А, плюс у меня там ещё три транзистора, насколько я знаю, есть. Да. Миллионов на пять бабла, вернее, Хабара там есть. Миллионов на пять. Привет. Я чуть не видел, когда Максиму 20-12 продоровался. Привет. А сколько? Это вот сталкер тут мы сейчас... Вот он пробегает. Ох, да. Ты был занят. Ты был занят. Наверное. Наверное, потому что я не видел твоего сообщения. Я когда перелетел сюда, на южный остров, ой, вернее, через проводника, перелетел сюда, на новую землю, я отходил ненадолго. Может быть, как раз этот сталкер мне написал. Я чат не посмотрел. Ладно, здесь им зао уже не нужно. Мы добежали. Сидим голову, чтобы нам помешало. О, нормуль. Смотрел серию с артами, хорошо сыплась. Ага. Это когда я не так давно на аэропорту собирал артефакты. Но я после этого, не в формате видео, то есть я иногда выживаю, не записываю. Репортажи из зоны. Тоже зашел, я же дособирал все остальные артефакты и сдал этот квест. Там тоже насыпалось прям нормально. Я очков торговли у рыжего нарубил и арты все по квесту собрал и сдал их уже. Но об этом мы расскажем в следующий раз. Там реально хорошо сыплется, если прям на респ попадешь. Но фишка в том, что эти артефакты нужны в основном по квестам. То есть продавать их, ну, такое себе. Ну, за очки торговли сдавать рыжим, как вариант, да. На этом можно заработать. Но я имею в виду продавать с доски, там с рук. Такое себе. Но для новичков это очень хороший заработок. Поэтому всем рекомендую. Есть имза, есть немножко патронов, аптечек, антирадов. Беги туда, собирай. Потом сдаешь рыжему. На эти самые же деньги покупаешь всякие электродетальки. садишься на колю баранку, едешь на гурман, и там продаешь на доске уже подороже. В принципе, на этом очень можно хорошие деньги делать. А такие респы там частенько бывают. Надеюсь, их не порежут. Ну, хотя бы на что-то, на чем-то новички должны зарабатывать. Пусть не продавая сами артефакты вот за большие деньги, но используя вот эту цепочку там, отдал за очки торговли, потом купил что-то другое и продал. У нас же, в принципе, экономика из этого создаёт. Что-то отдал, получил очки торговли, за эти очки торговли что-то купил, потом что-то продал. То, что ты купил за очки торговли. В принципе, ну, более-менее нормально. Хотя бы куда-то эти альфа-бета артефакты идут, правильно? Ну, по квестам, конечно, но если вот, допустим, ты квесты выполнил, то по факту эти не нужны. Нужны. А тут можно их постоянно собирать, 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 собирать. Хотя бы так. То же самое, деньги, только сложнее добывают деньги, чем ты напрямую собрал, купил, собрал, купил. Ну, ладно. Мы на Южном острове. Ох, мой родной дом, можно сказать. Ну, один из моих родных домов. Я тут частенько выживаю. Ну, вот и Южный остров. Ой, тебе, сталкер. И тебе. Тебе тоже сталкер удача. Он за артефактами охотится. Желаю нам удачи. У кого-то он там отстрелил прям так полномерно. А здесь у нас какая-то новая группировка появилась. А, крысу отстрелил. Я вот буквально в предыдущий раз сбегал, можно сказать, вчера, да? Еще это, сибирская дивизия сидела. А сейчас утра захожу, пофармить, как обычно, белых миш. О, смотрю, группировка марана. Я бойцов с этой группировки не видел еще ни разу. Соответственно, вообще никак не сталкиваемся. И название такое не знаю. Не знаю, что за сталкер. Посмотрим. А может быть, каким-нибудь хорошим не ПК, там, ну, а нормальный сталк. Было бы неплохо, а то туда в основном одни ПК-шники. Хотя, как бы потом меня тоже стрелять и начали. типа, а ты задолбал всех медведей тут поубивал, блядь. На, получи пуля. Я-то не со зла. Чисто, чтобы было на что патрону и аптечки. Ладно, сейчас давайте на разведку сходим. Тут кто-то кого-то с другого собачку должна. Посмотрим, есть вот белый мишка. Медведя нет. Но собак много тут, блин. Вот что значит, меня тут давно не было. Собак вообще куча. Я обычно тут люблю стоять. Ну, медведи ждать и собачка острее. Ох, тут столько челюстей прям сыпется. Мама, не горюй. Все, валим, валим, валим отсюда. Нам что нужно? Так, нам нужно, 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 о, сталкерка купишься какой группировки. Вот такого не знаю. Может быть, это как раз бойцы группировки Морана. Ну, понятное дело под двинами бегают. Это нормально, естественно, процесс. Ничего плохого нет. Ну, я смотрю, после времени тут много одиночек появился с незнакомыми никами. Ни с кем пока. и впав не было. Так, ну что, ладно, погнали, наверное, по квестам. По квестам это нам нужно на костюм. понятное, у них какой-то эмблема, крест, что ли, по-моему, красный, бляд? Я здесь только убил. Привет, я не убивал. А это он мне сообщил, медведь только что убил. А, типа, он думал, что я ищу медведи, но я, да, как бы, смотрю. Вот, значит, нормальный сталкер. Как хорошо, неужели тут нормальный сталкер появились на южном острове? Вот, неплохо. Ну, и значит, не будем медведи ждать. Нам это, как бы, нафиг не надо. О, у них логотип поменялся, на логотип эмблема. Иди у них раньше не было, они сейчас нашли. Что-то, что-то черное какое-то щит, что-то. Раньше не было, В общем, типа щита на красном фоне. Ну, да ладно. У нас задача. Это образцы. Так, пойдем сразу их и выполним. Правильно, что париться? Погнали. Привет, злодеи. А теперь новое оружие. Как вам с такого умирать? Блин, 104-й, я прям в него влюбился, если честно. Ну, вот, бегаю, стреляю мутантов. в основном, мутантов со сталкером, это я не воюю. Я, если с кем-то воюю, то на южном острове. А тут у меня сталкер с акминбег. Но вот так вот, бегаю, стреляя мутантов, прям вообще кайфовый, 104. Я его еще ни разу не восстанавливал, только чищу. Не знаю, сколько, правда, будет стоить восстановление. Даже еще не смотрел. Но в плане стрельбы, вот это всего, по мутантам особенно, просто сказка. Вот у меня вот эта связка, на гроза 1 и 104. Прям я вообще в него влюбился. А, вообще. Все, мы на месте. Так, давайте все-таки зарядимся. И двинем. Попробуем без одинного выстрела, как обычно, пройти, да, при помощи нервного стимулятора. Ты, е-мое. Надеюсь, меня за это не забанят. Смотрите, у меня в руках магазин. То есть, я по факту использую ускоренную перезарядку. А это багаюз. То есть, меня за это могут опять забанить? Да ладно, неужели? Как мне больно стрелять теперь. Представляете, в руке магазин торчит. Слушай, давно я такого бага не ловил. Это случайно не за L1? А может, кстати, такое быть. Когда в УЗК я бегал, такого вот прямо сто лет не видел. А тут, смотрите, L1 надел и сразу такой баг поймал. Вполне возможно из-за L1. Ну, все. Сейчас кто-нибудь увидит, запишет на видео или скрин сделает и все, и скажет, баннерщик опять использует какие-то баги игры, там, к примеру, ускоренную перезарядку. У него там в руке всегда магазин торчит. В раз, перезарядился и все. И нас убил. Ну и как быть в этой ситуации? Кто виноват? Игрок или разработчики, которые допускают такие ошибки? Тем более, этой ошибки, блин, я не знаю, но года два тут точно ее до сих пор никак не попали. Да! Все, мы на месте. Отставить найти ее, сталкер. Тебе предстоит опасное путешествие. А что тут опасно? Сейчас быстренько пробежим. Так, давайте все-таки что-нибудь такое. Скорострельно возьмем психу вколоть. А если вдруг мы там где-нибудь умрем и сразу встанем? Не знаю. Да давай вколем. Что ты? для чего психа нужна? В экстренных ситуациях, чтобы вколоть ее, когда ты не уверен в своих немножко силах. Я уверен, но подстраховаться можно же? Можно. Поэтому входим в лабораторию и подстрахуемся. Крадемся, потихо. лечимся, лечимся, лечимся. Так, 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 нормально, нормально. Ух, первую волну прошли, теперь вторая волна. Лечимся, давай, давай, давай. Опа, 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 есть. Выкусите, мутанты. Сейчас была бы граната, я бы еще кинул бы, взорвался, но. Эти фото на память, а то нам никто не поверит, что мы тут были. Ого, он надо мной приседает, слушай, он как ПК-шник. Они же любят приседать над трупами. Злодей какой, ладно. Он даже психомоторный симулятор не просто вколон. Сейчас мы им тут, блин, устроим. Так. А что, зря вкалывали? Квест мы уже прошли, да, у нас все тип-топ. Образцы мы добыли, как видите, вот они. Но раз мы вкололи уже психомоторку, я их тут всех закошмарю, еще у них и лапы сядут. Руки. Так, нам сейчас главное на 104 переключиться быстренько. У нас здоровья там мало, а потом мы их всех закошмарим. Ах, не успеваем. Еще подождем. Психа 10, поэтому ждем. Одна секунда, нам переключиться главное. На! Видели, я прям выстрелил, он такой бабах в стену провалился. Сейчас мы их всех закошмарим. Один тут ходил, двое там. Ждем. У нас опять грохнули, но мы их там ранили. Да, там, конечно, толпа такая большая. Ладно. Уговорили, сваливаю я отсюда. Задача была добыть. Я хотел их, конечно, покошмарик, но там посмотрел, там их 7-8. Сейчас будем мы лежать, 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 лежать. Ну, бьем мы 3-4. В общем, игра не стоит свечи. Но в целом мы квест прошли. И это хорошо. Так, ладно. Вот, рука без, без это образец. Все, теперь нам нужно сходить к темному сталкеру. Вытащить из руки, да. Так, и отвернись, а то смотри, сейчас скриншот сделает, что у меня в руке магазин торчит и скажет. А он читер, читер, богоюзер. Патронов нам хватит, я думаю, хватит. Погнали к темному сталкеру. Кого тут собаки сожрали. Ну, и заодно, конечно, заскочим на электростанцию. Поглядим, что-то как может найдем напоследок. да ты. Где с диггером бегут? Я не успел обыскать, да? Ну и ладно. мы все равно сюда по-другому от нас. ух ты ехо, сколько вас... 104-й и гроза с этой толпой разобрался. такую толпу собака надо, блин, зарезать и отрезать умягчились. Столько добра пропадать не должно. О, шкура. Тут у меня прокачано-то получше, хотя и на том сталкере так же. Да, у меня разделка же прокачать нормально. Две шкуры? Что у меня? Прямо подключился, я не помню, что в каждой собаке шкуры. А не, все нормально. Тупо повезло. Это бонус мне дает магазин в руке. О, опять шкуры? Да нет, что за дела такие? Он лучше, блин, хабар добывает, чем тот сталкер, который он постоянно тусует. Хотя у них прокачка на разделку одинаковая. Вот мы на месте. Так, 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 так. холодно, так холодно. Ты темный сталкер, ты сталкер, Тимон. А что спрашивают? Ну давай так, ты темный сталкер. Апокалипсис грядет, мутанты в основном против людей будут карать за грехи наши. Они придут за мной, они придут за мной. Ты убил Тимона. Я, я Тимон, но я убил Тимон, я проклят. Зона заберет меня. Смотри, смотри, ты это видишь? Закончить диалог. Так, что ты мне дал там? Так, 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 так. Я что-то получил. Что? Где этот квест? Собирайте загадок. Так. А, найти убийцу. Темный сталкер сошел с ума. Он забрал с пещерного земли, бубнит бред о восстании мутантов и о грядущем апокалипсисе. Однако при нем были найдены фотографии, на которых убийца Тимона запечатлен вместе с Саньком Бывалым. Бывалый сможет прояснить ситуацию. Значит, Бывалому надо. Мы не договорили, но все. в принципе, к Бывалому. Мы замерзнем сейчас? Или можно еще успеем забежать? Нет, мы замерзнем. Но колоть мы ничего не будем. В принципе, узнали все, что нужно. Теперь нужно к Бывалому. Это город Любич. Подожди, а у меня что еще? А, это нет, не стимулятор. Все, замерз. Ах, как давненько я не замерзал. Что, потеряли? Свинец, спички, мясо и когайбляка. Ну и пофиг. Ну что, все, мы все свои дела тут сделали, которые хотели. Поиски сестры Шепелева, новая земля. Но это надо с другой стороны заходить. Это со стороны аэропорта проще. Образцы для Селектевича я добыл. Найти убийцу. Мы побывали тут. Теперь с Бывалым нужно пообщаться. Ну и как бы все. Берем хабар, который у нас тут есть у кладовщика и рвем когти на Тунгуску. Так, ну что, мы передали все вещи. Давайте посмотрим, сколько у нас тут в итоге хабара. 7 голов медведя, 340 челюстей, 3 шкуры, 7 таких шкур собачьих. Трубы, 2 стальные пластины, 10 деталек, 3 микрочипа, 3 транзистора, 7 радиодеталек, всякие пузырьки и бутылочки. Ну так, не сказать, что много, но в этот раз я, все-таки у меня был перерыв. Я тут был наказан на 120 часов, поэтому какое-то время я не выживал, потом наверстывал пущенное, в общем, в этот раз я не так уж много фарм, но ничего страшного. Так, ладно. Погнали? Да, проводник нужно. Держи 20 тысяч, билет есть, забирай. Все, отдал, полетели. И мы переходим на Тунгу, где будем весь этот хабар продавать понемножку. Ну, часть оставим себе, часть продадим. Вот это Мгусочка. Где все сталкеры? А, сейчас появятся. Пойдем посмотрим, что там с соревнованием. Одни и те же первые места занимают, но ничего. Я скоро буду тестировать, как раз вот хабар, который нужен. Буду тестировать свою методику получения первого места. Тут сейчас сложно, ну, по крайней мере, у нас на СПП. Ну, я думаю, на других серваках то же самое. То есть, группировки не дают занять одиночкам тем, кого и не знают. Ну, тем, кого знать тоже не дадут занять первые места. Все гребут под себя. Но у меня есть такая методика, которая требует проверки. Мы как раз и будем заниматься проверкой. Если все получится, я об этом, конечно, расскажу. И я никогда тайны за этого не делаю. Расскажу, чтобы все пользовались. Тогда посмотрим, что получится. Но сначала, да, сначала тест. Без этого никак. Вот. Я думаю, где у меня самогон 37 бутылок? А мне где-то еще самогон дофига. Надо на эгиду переправить. Так, на Сереге. Помню, на Сереге какой-то там самогон был. У меня, кстати, есть награда за задание. Все никак не открою. Вот такая вот. Это на аэропорту получил. А, вот, 181 бутылка самогона. Самогон нужно перетащить на эгиду. Там бармен самогон требует, а у нас самогона нет. Ладно. Так, шкуру мы не будем передавать. Нет, шкуру мы сдадим сразу. Так, семь голов. Блин, мне для квестов не хватает для двух квестов. Вернее, для двух, два, для четырех квестов не хватает еще одной головы. Ну, а это пока еще не скоро, поэтому три штуки мы можем продать. Да, три штуки свободно можем продать и заработать на этом денежку. Ниток столько насобирал, я не знаю, что я там буду в дальнейшем шить, может, свою швейную фабрику открою, но ниток у меня прям ого-го. Так, ну что, транзистор, как обычно, по 300 выставим. Здесь на Тунге можно... Так, нет, стимулятор, это подругим заданием. Вот, кстати, 10 электродеталек, может быть, их оставит здесь, чтобы загадки выполнить. Не продавать эти детали, оставить здесь, потом мы раз, сюда сходим, возьмем детальки на аэропорт и там сдадим загадки. Слушай, ну как вариант, можно и так замутить. Так что детальки начинают пока не будем продавать. Во, все, перекинули все, что хотели. Так, ну что, давайте для начала посмотрим цены. Какие тут у нас цены на данный момент? Это же важно. Нас интересует именно охотник. Так, голова. Голова молодого медведя продают по такой цене как большого. Ну, типа, а вдруг кто купит? Ну да, тут такие дурачки сидят, как будто читать не умеют. 400. 400. Давайте тогда не будем заморачиваться. Попробуем сейчас с рук продать. Так, а сколько будет? Ну, покупает обычно парами. А у меня тут не парное количество, поэтому мы две штуки возьмем. Давайте вот так вот возьмем. Одну продадим за 350 на доске. Вдруг у кого-то не хватает. А две штуки попробуем с рук продать. Ну, на будущее вдруг кто купит. А, голубые две штуки. Народу не так уж много, но может быть, кто купит. Одна пульс на доске висит. Это пока со мной. Что у нас? Транзисторы. Транзисторы, давай посмотрим, что там. О, сразу в отряд. Сколько тебе нужно-то? Наверное, пару или сколько? Ну, для соревнований две, наверное. Ну, да, две это нормальная цена. Ну, вернее, две это нормальная партия. 700. Напишем мы, что на доске еще есть одна. Так, ладно. Вот, две штуки купили. А4 для себя, для соревнований оставим. Пойдет. Транзистор, давайте посмотрим, какие сейчас цены на доске. Транзисторы. Транзисторы. Где у нас транзисторы эти? Продадим их вот за такую цель. О. И что у нас получится? по 333 тысячи. Дешевле, чем все остальные. Ну, не совсем прям дешево. Если кто-то купит, миллион у нас будет в кармане. Без одного рубля. Пойдет. Так, ну, что тут еще нужно продать? Мои шкуры полярных медведей. Давайте смотреть шкуры полярных. Шкуры полярных медведей. Самый дешевый 600 на Сереге. 600, 600, 600, 600. Ну, что же, не будем портить статистику и продать за 300, И продадим, наверное, за 500. С копеечкой. Где у нас шкуры? Ну, по одной, правда, будем продавать. По две, по три. Это выгодно. Так, 600 значит, ну, за сколько продадим? 5, 6, 7, 8, 9, 0. За 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ну, давайте так, я люблю вот такие цифры. За 567 890 рублей. Это и не 600, но и не 550. Во. Ну, все, пусть продается. Транзистор, я думаю, немножко повисет. Насчет шкур, не знаю. У охотника все-таки далеко тащить. Где их продают? На Сереге, на Артеме. На Артеме, конечно, идеально продавать. Но, я чуть подешевле. Может быть, кто-нибудь диклюет. Там посмотрим. Пусть висят. Ну, и все, как бы. Больше нам продавать нечего. Все остальные вещи, вот это продадим. Это продадим. Это продадим. Мясо продадим. Голова просто медведя. Продадим. Где-то делать нечего. А все остальное мы отправим посылкой. Да, на Серегу тут, в принципе, что? Землянику надо отправиться, чтобы кто-то не валялся. Трубы всякие, пружины, пластины, изоленту. Ну, конечно, мы потратим на это деньги, но не тащить же все это, правильно? Так, электродитарь мы оставляем, а вот всякие бутылочки, порошки, я надеюсь, они когда-нибудь пригодятся. Ну, некоторые химикаты и все остальное нужны для крафта. Я с этим спорить не буду, но вот, некоторые пузырьки, непонятно вообще для чего, и пригодятся ли они когда-либо. Надеюсь, что да. ну все. Самогон отсылать посылкой невыгодно, это слишком дорого, накладно. Самогон проще с собой таскать. Он, кстати, не выпадает, можно вот так вот разделить в 20 бутылок, и чтобы не забыть, таскать с собой. Кстати, 20 штук мы собрали. Так, руки медленных бесов у нас есть. О, в пути. Это руки идут. Лапы хватит. Челюсть. Кстати, да, челюсти. Тут они тоже нужны для соревнований, но столько много не нужно. То есть, я так думаю, мы оставим по 20. Так, 120 штук. Вот так вот, 120. И вот так делаем. Надо вот так оставлять. 120 штук, это для местных целей. А все остальное нужно отправить кому, я не знаю. Давайте, наверное, отправим воровскому кладовщику. Он недалеко от белых. Я же белым тоже очки торговли поднимаю. Не знаю зачем, но поднимаю. Как подниму, до 10 тысяч. Тогда буду уже эти челюсти продавать. А пока отправляем. Ну вот, все. Весь Хабар распределили. Нормально так. Я больше всего этот процесс люблю, когда пришел сходки. У тебя там, дофига там, дофига там, на доску, что-то выставляешь, что-то продай, что-то отсылаешь, там кому-то смотришь, а вот ему надо таспать ему отсылать. Кайфуй от этого момента, но я думаю, это любой сталкер, ему нравится, когда он пришел, добыл какой-то Хабар, и все это продаю. Вот что-то раздает. Эх! Момент, конечно, очень хороший. Так, ладно, что у нас тут? Давайте сюда, вот это на всякий случай. А сюда и там, где у нас и так жить? Да, и, да, и, да. Ладно, пока, чтобы не забыть, потом ее заюзать. Менты заберем. Ну что, все, мы все дела сделали, и напоследок давайте, кстати, уже ночь, чтобы шли ночью, продадим прапору все, что у нас осталось. А что у нас осталось? Клыки всякие, головы, шкуры. На Южном острове группировка другая захватила базу, соответственно, там скупщик пропал, и пришлось шкуры сюда тащить, к сожалению. Заработаем немножко денежки. Ну вот и все. На этом наше сегодняшнее выживание закончено. Оно, как по мне, было очень хорошим, продуктивным, мне понравилось, по крайней мере, дело. Ну а с вами мы увидимся в следующий раз. Всем до встречи, всем пока. Кстати, скоро захваты начнутся. Видите, все готовятся. Время 10 минут до захвата. Сейчас я пропишу вам тайм. Ну я вроде совсем попрощался, но... Просто вот. Тайм 18.51. Скоро будет захват. 9 минут. Я смотрю, что тут, какой-то кипиш, что-то забыл совсем. Я же сейчас не клану и боец. Сибирская дивизия будет атаковать, да? Да, да, да. Будет атаковать. Но... и одиночка мне пофу куда-нибудь... Я одиночка не пофу куда-нибудь... Субтитры сделал DimaTorzok